Приветствую вас, мои дорогие друзья! С вами Владимир DoubleZ, также известный как будущий чемпион по артефакту 2019. И, соответственно, сегодня я записываю небольшое видео, надеюсь, что оно будет небольшим, по одной из колод, которую вы выбрали в голосовании в группе и в твиттере. В голосовании выпала колода контрольная, на удивление. Да, остальные остались позади, и контрольная колода представляет из себя комбинацию из синих и красных карт. И давайте посмотрим, что же она предлагает, как ее реализовывали на PAX West 2018. Кто смотрел стрим, это также, в принципе, представляет уже общее мнение о этих колодах. Но давайте пойдемте просто по каждой карте, немножко подробнее расскажу, что к чему и насколько играбельна данная позиция. Но, опять же, это все отталкивается только от тех карт, что мы знаем. А карт мы знаем на самом деле не так уж и много, а чуть больше 50% где-то, да. Но это тоже неподтвержденная карта, если брать. Поэтому пока рано что-либо посмотреть. Но вот давайте посмотрим, что предлагает нам колода контроля, как они ее описывают. Да, контролируйте доску, контролируйте лайны до тех пор, пока одним верным ударом вы вашего соперника не вынесете с поля, соответственно. Вот, есть множество зачисток. Но до них надо еще дожить, конечно же. Какие же герои у нас сегодня здесь на этой колоде присутствуют? Это Киф, как раз таки новый герой, которого нет в Дусе 2. Ну и остальные нам знакомы. Это Луна, Бристлбэк, Зивс и Эрсшейкер, конечно же. Ну и можно еще пройтись по их сразу способностям, чтобы потом к этому не возвращаться. Если вы вдруг не знаете, карты должны быть в группе ВКонтакте у Луны. Это Лусенбим. Каждое начало хода, каждое начало фазы хода наносит единицу урона на линии. И урон этот проникающий. Поэтому проходит сквозь броню и может добить кого-то с одним хп, либо опять же нанести необходимую единицу урона. Но и ко всему прочему вы зарабатываете заряд для Эклипса, сигнатурного заклинания Луны, которую мы посмотрим, конечно же, позже обязательно. Все будем пройдемся. У Бристлбэка это дополнительная броня. Каждый раз, когда он убивает героя вражеского, который встал у него на пусть, он, получается, модифицируется, а значит получает две единицы брони навсегда. Умрет, вернется снова, у него будут эти две единицы брони. И так это будет накапливаться очень-очень много, если неразумно сражаться с этим Бристлбэком. Его можно так расфинить, что потом просто урона по нему проходить не будет, только проникающий. Зевс. У него, соответственно, тоже есть пассивная способность. У всех трех героев этих позиций она пассивная. Соответственно, прожимать ничего не нужно. У Зевса плюс-минус похоже по луне, да также единиц проникающего урона, но, во-первых, это соседям со стороны врага. Зевса, то есть тот, кто прямо перед ним и слева и справа от Зевса. И, ко всему прочему, это каждый раз после того, как разыгрывается синее заклинание. То есть, разыграете два, соответственно, два урона, три заклинания хватит, ресурсов разыграется, то будет три урона от Зевса. Поэтому не стоит недооценить мощь, особенно, опять же, в лейтгейме, да, когда у вас будет много маны, вы сможете позволить себе разыгрывать два, то и три заклинания за ход. Это может очень неплохо подчищать вражеский стол. Эршекер. Интересно, у нас гость, который выбивается с активной способностью, соответственно, фиссура, ситуация примерно та же самая, как и с оригинальной фиссурой из доты, станет соперника, который напротив, и соседей, которые слева и справа от непосредственного контакта, на один раунд. Это значит, что атаковать они в этот ход не будут. И это может вам как-то помочь. При этом урона, конечно же, фиссура не наносит, то есть это исключительно стам. И на один раунд. Вот. Кив же, он без способности идет у нас, но при этом имеет достаточно неплохие статы, 6 на 11 и, ко всем прочему, единицу брони имеет, то есть он может за собой, например, унести 11 крипов, да, прежде чем погибнет, если, опять же, не будет кто-то на него более мощный выходить. Но если будет кто-то выходить более мощный, он и с ними может справиться благодаря 6 единицам атаки, что очень даже неплохо. Если посмотрим, у Луны 3, у Бристлбеку вот 8, да, тоже красные герои за счет этого славятся, но тут без брони, поэтому здесь только 6 крипов сможет парень выдержать. Ну, опять же, если не будет на стак и на брони, там совершенно другая история. Зевс тоже 3 единицы атаки, ну и Аршекер вообще 2 единицы атаки, казалось бы, да, ну... Очень малый урон, поэтому против крипов его выставлять очень и очень осторожно, при какой-то поддержке, опять же, со стороны, только иначе защищать, и сам себя он защищать тоже особо не сможет. В этом плане он, конечно же, очень уязвим. Ну, и если так посмотреть, Луну с Зевсом тоже крипа-то не убивают. Напомню, что у мили крипа, крипа ближнего боя, статы 2 на 4. 2 единицы атаки и при этом 4 единицы здоровья. То есть ни Луна, ни Зевс, ни Аршекер с атаки, в фазу атаки крипа в одиночку не убьют. Вот. Ну, если только, опять же, тут не активируется Люсен Бим, тут Зевс, допустим, какое-то заклинание мы не раскостуем, и это позволит с 3 единицами атаки уже этого крипа добить. Вот такой вот набор героев, и, соответственно, сейчас посмотрим на сигнатурные карты. Каждый герой берет с собой 3 сигнатурные карты, в любом случае, да, я писал это в гайзе для новичков в моей группе, в описании, я, возможно, также скину. Без героев вы не можете взять эти карты, и без этих карт, естественно, герой быть не может. То есть вы не можете добавить героя, допустим, да, и отказаться от его вот этих карт. Так просто работать не будет, это, опять же, в гайде написано, добавив 5 героев, у вас уже будет 15 карт в колоде. Ну и теперь посмотрим уже на заклинания, которые сопутствуют этим героям, которых мы здесь посмотрели. И начнем, да, по порядку, потихоньку, New Orders, они же новые приказы. Красный спелл, напомню, для тех, кто также новичок, не в курсе, что к чему. А красные спеллы могут раскостовывать, могут применять только красные герои. Если они на линии стоят, вы New Orders кастовать можете, если на линии красного соперника нет. Красного, точнее, да, союзника, то New Orders вы разыграть, увы, не в состоянии. Тем не менее, карта одна из сильнейших, из тех, что нам показали, благодаря которой вы можете выбирать союзника и указывать ему, куда бить. Да, также напомню, что случайно выбираются цели для атаки. И поэтому подобные карты имеют место быть, и они, на самом деле, серьезное преимущество может вам обеспечить перед соперником. То есть вы выбираете вашего союзника и показываете, куда его бить. Можно выбирать цели как юнитов, так героев, так и, что самое главное, конечно же, башни. И на Pax West 2018, опять же, была ситуация похожая, где игрок с помощью этой карты игру-то и выиграл, потому что у него Bristol Back. Ситуацию, думаю, те, кто был на стримах, опять же, помнят. Bristol Back вышел на поле, но атаковать стал левого соперника, ну или правого, правого, по-моему, соперника. И за счет этой карты удалось выбрать атаку башню. И все получилось закончить прямо там. Поэтому New Orders тоже с грамотным, опять же, реализацией. Я думаю, что даже далеко не на старте, только в критичных случаях. А вот где-то в мид-гейме или в лейт-гейме, соответственно, эта карта может вам очень сильно хорошую службу сослужить. И использовать ее нужно, опять же, с умом. Будет все карты нужно использовать с умом, но вот это вот особенно. В принципе, как и Канин План, потом к нему перейдем. Аналогичная позиция примерно. Но для начала, Вентрилоки у нас есть. Вентрилоки. Что же она делает? Она делает таунтом одного из ваших юнитов. Соответственно, этого юнита начинают атаковать. Опять же, те самые Neighbors Enemies. На английском языке это называется. То есть, вражеские соседи. Тот, кто прямо напротив и слева и справа. Они приключают атаку на этого товарища. Например, да, затаунтить Кифа можно будет. И попробуй его пробить, и он всех разобьет, пока они пытаются с ним разменяться. Если, тем более, там не самые мощные соперники. То есть, таунтить против Акса, конечно, или против Бристлбека не самая лучшая идея. Но в зависимости от положения на карте. Возможно, вам нужно защитить башню от летального урона. И тогда эта карта может вам выиграть один, а то и два хода. В зависимости, опять же, от вашей ситуации на столе. А после подойдут зачистки. О которых мы поговорим позднее. Поэтому эта карта может очень многое изменить. Тоже единицу маны. Грамотное использование этой позиции может вам очень серьезно помочь. Изменить положение сил на поле. И как бы опосредованно контролировать тех, кого будут бить ваши соперники. То есть, фактически, это не Ордерс, только вы под угрозу ставите вражеских соперников. Вражеских юнитов. Да, героев. Крипов или кто у нас там выйдет. Поэтому тоже один из... Нет, все же, конечно, считаю, что вот это одна из сильнейших. Но одна из важных карт. Поэтому не зря она здесь добавлена. Хотя напомню, что это присобранные деки. Их разработчики предлагают для ознакомления. Возможно, к релизу в бете к октябрю. Или на релизе в ноябре уже совершенно другие будут деки с другими картами. Ввиду того, что добавятся какие-то новые детали. Ну ладно. И вот он. Подходим к анимплану. Соответственно, что он делает? Он тоже меняет. Опять смена позиций. Это очень важная роль. В артефакте будет эта позиция ваша и вашего соперника. И, соответственно, к анимплан, что позволяет вам сделать? Он позволяет поменять юнит с одним из его союзных соседей. То есть вы можете поменять того, кто... Напротив вас сидит какой-нибудь акс. Опять же, вернемся к нему. Или тот же брестлбэк. Либо кто-то с большой атакой. Знаем, что фантом ассасин есть. Есть Сорлок Кан тоже. Восемь единиц атаки. Вы можете поменять ее скрипом, который стоит рядом с ней, например. Да? И таким образом вы спасете либо своего героя при необходимости, либо наоборот поменяете так, чтобы урон большой пришелся не по башне, а пришелся по кому-то из ваших юнитов. Напомню, что у юнита есть, конечно же, та самая получение урона больше, чем у него есть здоровье. То есть если есть крип, опять же, со статами 4 единицы здоровья, но на него нацелены 3 существа, сколько бы не было атаки. У этих трех существ весь урон будет впитан этим одним юнитом. Опять же, вспоминаем, да, про таун. То есть здесь таун даже на малое количество здоровья может очень серьезно окупиться. ввиду того, что фаза атаки непосредственно с манда, это столкновение, которое у меня также писал в переводе, оно идет одновременно. Вас бьют не по очереди, а одним ударом, грубо говоря. Поэтому Канин план, ко всему прочему, да, он еще и друбает вам карту, что как бы 2 действия уже идет за 2 единицы мана. Опять же, очень мощная карта. И не стоит ее недооценивать. И будет при грамотном использовании она может натворить делов не хуже, чем New Orders, которые мы осмотрели немножечко ранее. Так что дать каких-то больше шансов. Опять же, в поздней игре обязательно нужно сохранить 1, а то и 2 такие штуки. Напомню, что в колоде может быть до 3 копий одной карты. И использовать только в экстренных случаях тоже ее стоит. То есть, просто так, казалось бы, для каких-то грамотных разменов, возможно, да, на старте это может сыграть с вами злую шутку. Поэтому тут нужно думать осторожно и просчитывать ваши ходы желательно на 2, а то и на 3 раунда. А далее где-то Канин план вам может пригодиться. Поехали дальше. Тауэр Бердж. Соответственно, это банальная зачистка. Здесь особо можно много ничего не говорить. 3 единицы маны. Достаточно дешевый спелл. Напомню, что начинается бой с 3 единиц маны, соответственно. Да, то есть вы прямо с первого хода можете его разыгрывать. А дальше только больше. То есть и Тауэр Бердж. Разыграть, да. Опять же, вернемся к Зевсу. На линии, например, есть Зевс. И какие-то неприятные крипы. Мы разыгрываем Тауэр Бердж. И на первый же ход наносим уже тут 1 проникающий урон вне зависимости от брони. И тут еще 2, суммарно 3. По 3 юнитам, например. Если они стоят напротив Зевса. А 3 урона это очень неплохой показатель. Опять же, если посмотреть некоторых крипов, в которых по 2, 3, 4 единицы здоровья. Единственный минус. Как единственный один из минусов, да. То, что 2 урона, они соответственно не проникающие. Таким образом, если у соперника 1, 2. Если 2, то совсем плохо. Единица брони, то это будет менее эффективно. Если 2, то абсолютно неэффективно. Уже, если только рассчитывать опять же на Зевса. Допустим, осталась единица здоровья, которую нужно как-то по-быстрому разобрать. И Тауэр Бердж здесь может подойти в плюс. Да, вы не нанесите урон на персонажа за счет Дауэр Берджа. Но за счет статикилда Зевса вы его зачистите. Это нужно понимать. И это можно использовать. Далее, что у нас есть. Клирд Дэк. Тоже одна из сильнейших. Вообще, у контрольной колоды карта действительно сильная. Не самый сильный герой. Это Бристалбек. Опять же, если его только рассматривать. А вот Киф. Не самый сильный красный герой. Луна, Зевс и Аршикер. Они опять же тоже прокастеры. В какой-то степени. Нежели попытка сдавить статами. Ну, все почти синие герои. Они рассчитаны на взаимодействие со своими заклинаниями. Так вот, возвращаясь к Клирд Дэк. Дает союзным героям плюс 4 Клифф. Клифф это как бы разброс. Если вы знакомы с Дотой. У Свена есть Клифф. И он, соответственно, бьет по нескольким целям одновременно. Клифф в артефакте. В артефакте это что? Это когда вы бьете напротив. И по сторонам. От непосредственной цели. Скажем так. То есть. 4 урона. Допустим, у вас стоят 3 крипа. Даже тот же Зевс, у которого 3 единицы атаки. Он, если получит Клирд Дэк. Потому что это идет на всех союзных героев. Не только на красных. Вот. Он получит плюс 4. Он сможет разобраться с этими тремя крипами без посторонней помощи. Но не сработает его статик фил. Потому что Зевс срабатывает только от синих заклинаний. Это тоже нужно держать в голове. Это тоже нужно помнить. Потому что это может стоить вам игры. Да? Потому что одна из важнейших механик. Цвета. Вот. Таким образом. Это очень не сериал. Крикает в дек. Можно зачистить очень неплохо стол. Опять же. Поджидая большее количество маны для более комфортных зачисток. Поэтому используйте грамотно. Но не стоит забывать, что у вас всего 2 красных героя. И использовать подобное заклинание нужно тоже максимально осторожно. Да. Их сложно убрать со стола. Но если так получится. То потом придется не сладко. Так что. Это может опять же очень сильно бафнуть и Луну. И Аршекер. Помимо всего прочего. Так что не стоит. Но для этого конечно нужно чтобы либо Бристалбек. Либо Киф. Он находился на линии вместе с ними. Дальше. У нас есть Вискус на Залгу. В принципе ситуация аналогичная с Дот. Очень много похожих позиций. Неудивительно. Но это модифицирует Юнита минус двумя единицами брони. Таким образом. Казалось бы слабая позиция. Но нет. Модификация дает эффект навсегда. Чтобы вы понимали. Даже после смерти этот герой вернется. В частности герой. Конечно если Юнита убьется. Он уже никогда не вернется. Юниты здесь погибают. А вот герои. Герои будут возвращаться. У них все равно будет оставаться. Минус два армора. То есть да. Допустим. Возьмем. Того же Зевса. Минус два армора. И у него уже. Считайте пять единиц здоровья осталось. Аршейкера того же. А если дважды на нем настакать. То вообще лучше на поле не выходить. Его крипы могут убивать. Эта позиция опасная. И. Вискус на Залгу. Вискус на Залгу. Здесь может. Действительно очень серьезную роль сыграть. Тем более против героев. Которых вроде Бристлбека. Красных героев. Некоторых. Зелен. Черных героев. Да. Вот. Против них. Это страшная вещь. И. Если это трехцветная. Какая-то колода у вас будет. Допустим. Вы добавите сюда. Фантом Ассасин. Кое-то. Опять же. Сорлук Хан. Который мы уже. Упоминали сегодня. Это может серьезно помочь. Поэтому. Для зачисток. Каких-то в сражениях. Может. Пригодиться. И это опять же. Сигнатурное заклинание. Для Бристлбека. Соответственно. И убрать из колоды. Вы его все равно не сможете. Если добавили Бристлбека. И добавить без наличия Бристлбека. Так же у вас его не получится. Поэтому заранее нужно будет решать. Что же с этим всем делать. Фарсайт. Просто берете две карты. Четыре маны. Достаточно простое. Заклинание тоже особо множество. Ничего много не говорить. Разве что напомнить. Что на старте каждого раунда. Вы также берете две карты из колоды. И таким образом. Можно немножко передровать. Дополнительно. С каждой. Линией. У вас своя мана. Поэтому. Использовать нужно с умом. То есть. Например. На линии. Где. Вам не нужно добирать. Не нужно что-то выставлять. Не нужно что-то. Дополнительно делать. Вы на этой линии добираете карты. Используя. Свободную ману. Скажем так. А на остальных линиях. Уже. Добранные карты. Используйте. Для. Большей реализации. Более эффективной реализации ресурсов. Потому что. Рука у нас одна. На все три линии. А вот мана. Разная. И этим тоже нужно пользоваться. Ну и конечно же. Синий спелл. Паразивца. Не забываем. Да. Дополнительная дница урона. Никогда не помешает. Fighting Instinct. Да. Боевой инстинкт. Сигнатурное заклинание. Кифа. Позволяет вам. Модифицировать. Но увы. Только красного героя. Единицы атаки. Единицы брони. То есть. Фактически. Можете модифицировать. Только Кифа. Самого. Либо Бристлбека. Для Бристлбека. Это будет конечно же. Хорошо. Ультимативно. Можно сказать. И без того. Мощного. Плюс. Если он еще. Баф получит. То. Свои пассивные способности. Это будет уже. Плюс 3 армора. И там попробуй его пробей. Напомню. Что у обычных крипов. Всего 2 единицы атаки. Так что. Это будет тяжеловато. А некоторых. Ну и тех что мы видели. Это 4 единицы атаки. То есть. Уже по единице будут пробивать. Что для Бристлбека. Совсем не страшно. Поэтому. Файтинг инстинкт. Не столь мощная карта. Как те что мы рассмотрим ниже. Но все равно. При грамотном использовании. Это может дать вам шанс. Где-то. Лишний раз. Сохранить вашего героя. Лишний раз. Нанести больше единицы урона. Чтобы потом. Более комфортно. Они подходили под зачистки. Которые у вас. В колоде имеются. Поэтому. Можно так же грамотно. Это и применить. Хотя. Действительно дорого. 5 маны. Только красный героев. Не лучшее заклинание. Возможно. Кифа будет. На кого-то поменять. Но. Если вспомним Макс. У него сигнаторное заклинание. Это Берсер кол. Ланор делает немножко иное. Да. Хорошее. Но в итоге. Модифицировать. У вас. Будет нечем. И. Это может не так сразу. Работаться. Но. Как знать. Идем далее. А. Редми Спиладжер. Это уже юнит у нас. Который. Очень серьезно. На самом деле. Может изменить положение дел. На поле. На какой-то из линии. Например. Которую. Ваш соперник. Решил отпустить. Ненадолго. Да. Погулять. Выдохнуть. Ребят. Все хорошо. Нет. Все плохо. А будет в этой позиции. Если. Редми Спиладжер. Ударит вышку. Хотя бы один раз. Потому что. После удара по вышке. Редми Спиладжер призывает. И еще одного. Редми Спиладжера. Кто знаком с Харстоном. Там были патроны. Это вот. Нечто вроде похожее. Позиции. Но. Зачистить их. Конечно же. Проще. Две единицы урона. Это. Опять же. Вернемся к. Тауэр Бэрдж. Да. Две урона. По. Всем соперникам. На лене. И. Сколько бы. Редми Спиладжеров. Вы не на спаме. Там будет. Миллиард. Напомню. Что опять же. Ограничения на линии. По количеству. Юнитов нет. Тауэр Бэрдж. Зачистит их всех. Поэтому. Здесь нужно. Действовать. Внимательно. И. Опять же. Вспоминаю. Что. Только красного героя. Файт Инстинкт. Не бафает. Редми Спиладжеров. И. Броню им не дать. Как-то шанс сохранить. Опять же. Ну. Не получится. Либо же. Если на линии есть Зевс. То можно будет. Зачищать их. За счет розыгрыша. Спилов. Персин дэмэджем. Тоже. В принципе. Этого может хватить. Два заклинания. И. Уже. Минус три. Их самых. Пиладжера. Будет. Так что. Ну. Не вспоминай уже других. Да. Мы видели. Ликана. Чена. И. Прочих. Героев. Которые. С этим могут справиться. Без проблем. Две единицы урона. Есть. У каждого героя. Фактически. Семь. Он с таким. Редми спиладжером. Разберется без проблем. Но. Как только вы про него забудетесь. И как только дадите. Один раз ударить. На следующий ход. Будут серьезные проблемы. Опять же. При. Взаимодействии с. Нью ордерс. При взаимодействии с. Канин плен. Можно очень неплохо синергировать. Поэтому. Да. Менять. Редми спиладжера. Местами. Указывать ему. Куда. Атаковать. Так что. Нужно быть максимально внимательным. И если. Позволили ударить. То как можно быстрее зачищать. Что два удара. Я слышал. Что никто не переживает. Там. Была похожа. Опять же. Игра на. Пакс Вест. А где просто было. Их штук 20. По моему на линии. Там трон. Снесли на третий ход. Наверное. Поэтому. Следующий спелл. Очень неплохо. Все это позицию останавливает. И. Энтер конфагрэйшн. Конфагрэйшн. Это так называемый. Баф. На вышку. Улучшение вышки. Как можете называть. Вот видите. У него значок такой есть. Специальный. И что же она делает. После улучшения. Ваша. Вышка на линии. Так скажем. Да. Будет наносить. Двидницы урона. Перед. Фазой. Активного хода. И в частности. Если. Наспамилось много. Рядми спилл. Жеров. Но. Применили. Конфагрэйшн. То. Все они погибнут. Перед тем. Как успеют. Атаковать еще раз. Так что. Здесь. Переживать. Определенно. Не стоит. И. Опять же. Нужно. Понять. На какой линии. Вам это нужнее. Сейчас. Какую линию. Можно. Сохранить. Без. Применения. Конфагрэйшн. А какую. А линию. Все же придется. Бафать. Да. Улучшать. Это уже. Особо. Много. Тут. Не скажешь. Поэтому. Перейдем. К. К. Сигнатурным. Спилл. Наших. Любимчиков. Синих героев. Эклипс. Как я уже раньше говорил. Луна. Получает. По. Заряду. Каждый раз. Когда она. В общем-то. На поле. В начале хода. И. Ее пассивная способность. Наносит урон. Заряжает. Она. Все карты. То есть. Вне зависимости от того. Где они у вас. В руке. Или в колоде. Эклипс. Свои заряды. Будет получать. И. За каждый заряд. Такой. Эклипс. Наносит. По. Три. Проникающего. Урона. Но. Случайному. Врагу. То есть. Да. Накопили. На старте. Луну. Высадили. И она начинает копить. На первом. Ходу один. Второй. Третий. Четыре раунда. Пять раундов. У вас пять зарядов. Эклипс. Будет уже бить. На пятнадцать. Проникающего урона. Даже. Самое сильное. Из. Красного отряда. Без каких-то модификаций. Без бафов. По здоровью. Они будут погибать. Даже с бафами. По здоровью. С предметами. Некоторыми. Которые мы посмотрим ниже. Они будут погибать. Поэтому. Если там герой один. То с этим нужно очень серьезно. Контролировать ситуацию. Потому что. Эклипс. Действительно один из мощнейших. Заклинание. Которое позволит вам зачистить. Чуть ли не все. Но увы. Это опять же. Случайное распределение урона. И. Нужно об этом помнить. Но. Тем не менее. Проникающий урон. Это всегда приятно. Так что. По возможности. Нужно выставлять лун. Луну. Как можно раньше. Чтобы она начинала копить заряды. И уже. Эклипс. Был. Весьма страшным орудием. Против. Зачем. Против. Вашего соперника. Да. Против. Большого скопления юнитов на столе. Или против героев. Напомню. Да. Что. Первые три. Героя. В колоде. Они. Всегда. Выходят. На стол. В первом раунде. Опять же. Если у вас возникли вопросы. Какие. То вы всегда можете обратиться. к гайду для новичка. Гайду для начинающего. Который есть в моей группе. Там все это подробнее расписано. Про ситуацию с картами. Про подобные позиции. Если не найдете. Всегда можете спросить в комментариях. И я вам отвечу. А что же. Далее. Эхо слэм. Казалось бы. Да. Эклипс. Одна из мощнейших. За счет. Проникающего урона. Но. Эхо слэм. Вспоминая. Эту ситуацию. Где было 20. Редми спилджеров. На линии. А то и более. Эхо слэм. Кажется. Ультимативной способностью. Потому что. Да. Несмотря на. Две дницы здоровья. У них. На линии. Кто-то еще. Мог быть. Какой-то герой. И. Если там. Этот герой есть. То. Он получит. Ну. 20 урона. За каждого соперника. Эхо слэм. Наносит. Урон. На линии 20. 20 урона. На линии 30. 30 урона. Единственный минус. Опять же. Не проникающий. Но. Если столько урона есть. То. Я думаю. Там. Вряд ли кто-то спасется. Поэтому. Нужно быть. Внимательным. При применении. И учитывать броню. Да. Если здесь. Вы сможете совладать с этим. То. Тут. Броню нужно брать. В уме. И понимать. Что. Тут он может и выжить. После. Эхо слэма. Но. Тоже одна из ультимативных зачисток. Которую. Стоит опасаться. И. В этом плане. Укрепление одного. Какого-то конкретного. Лайна. Может выйти вам боком. Если у вас. У вашего соперника. Есть аршейкер. В колоде. Которого вы опять же. Видите на старте. Да. Перед началом матча. Вам. Всех. Все пять героев. Будут показаны. Как соперника. Так и ваши. А и на это стоит обратить. Тоже внимание. Поэтому. Нужно. Быть на чеку. И понимать. Что. Например. Больше семи юнитов. На одну линию. Лучше не ставить. Либо. Если. Нет синего героя. То. Каким-то образом. Этим воспользоваться. Но. Как только. Синяя героя появится. Вам нужно будет. Что-то с этим делать. Телепорты. Блингдаггеры. Что-то подобное. Возможно. Еще какой-то будет способ. Переносить с одной линии. На другую. Но. Пока. Есть только эти два. Третий. Сигнатурный спелл. Тандерс. Год враф. Ультимейт. Зевса. ГГ. Как говорится. Зевс. Ульт. Наносит. Четыре единицы. Проникающего. Опять же. Урона. По всем героям. На всех линиях. Соответственно. Где бы. Герой не был. Сколько бы брони. У него не было. Если у него меньше. Четырех. Ну. Четыре единицы здоровья. Или меньше. То Зевс. Вас найдет. И тем более. Что три. Синих. Заклинания. Три синих героя. Под синее заклинание. Соответственно. Раскастовать. Может. Будет. На ура. Да. Я напомню. Что. Не обязательно. Чтобы Зевс. Именно Зевс. Стоял. На одном из лайнов. Важно. Важно. Чтобы. Хотя бы. Один. Синий. Персонаж. На лайне. Было. И тогда. Заклинание. Зевса. Можно будет. Скастовать. Так что. Об этом. Тоже. Стоит переживать. И. Четыре. Проникающего. Урона. Действительно. Страшное. Дело. Можно. Заработать себе. Десять. Зол. А то и больше. Да. При должной. Подготовке. К. Седьмому ходу. На который. Можно разыграть. Ну. Не к седьмому ходу. К седьмому мане. Конечно же. Да. То есть. Это фактически. Четвертый раунд. Четвертый раунд. Вы сможете. Фандерс. Готврав разыграть. И. Если к нему. Соперник будет. Не готов. То. Скорее всего. Вы получите. Много золота. А потом. Уже сможете. И закупиться. Ну. И. Одна из. Одна из. Ультимативнейших. Карт. Но. Ничья. Не сигнатурка. Каждый. Может. Ее добавить. Вне зависимости от героев. Ну. Конечно же. Разыграть могут. Только красные. И. Она делает страшные вещи. Она модифицирует. То есть. Напомню. Да. Кто. Забыл. Модифицирует. Это значит. Что. Они навсегда получают. Эти бафы. Всех. Союзных героев. Четырьмя атакой. Четырьмя брони. Четырьмя здоровья. То есть. Ну. Можно сказать. Что лечит на четыре. Но. Добавляет. Плюс четыре. Разброса. Клифф. Сегодня говорили. Четыре. Ретилейта. Это. Обратка. Грубо говоря. То есть. Когда вас будут бить. Вы. Даже если бить не можете. То нанесете четыре урона. А если можете бить. То вы. Соответственно. Нанесете и свой урон. И соперник. Получит еще плюс четыре. От этой самой. Обратки. И. Ко всему прочему. Что не менее важно. Это. Четыре. Осады. Сидж. Он же. Да. Что такое осада. Осада. Это когда даже вы. Если не бьете вышку. Ну. Либо трон. Если у вас. Получилось снести. Первую. Башню. То вы. Все равно. Нанесете урон. По строению. То есть. В любом случае. Только в случае. Если вы не атакуете. Вы этот урон не нанесете. Но у всех остальных. Кого бы вы не били. Урон по вышке. Пройдет дополнительно. Плюс четыре. Это не стакается. В том плане. Что если вы бьете вышку. Вам не будет. Атака. Допустим. Зевса. Три. Плюс четыре. Да. То есть. В этом плане. В этом плане. Гораздо более выгодно. Будет отправить зевса. На. Размен скрипом. Каким нибудь. Например. А. Сидж. Сработает на четыре. И таким образом. Вы. Выиграете плюс единицу урона. И еще и линию зачистится. Поэтому. Важно это понимать. И. Почему тут. Сильный. Опять же. Спел. Потому что. Он модифицирует всех героев. Вне зависимости от. Цвета. Синий ли. Да. Ну и все остальные. Соответственно. Красный ли. Всех героев. Союзных. Которые сейчас на линии есть. Это важно. То есть. Он в руке не модифицирует. Понятно. Ну. В руке. На фонтане. Как вам приятнее будет. Объяснять. Поэтому. Если. Дело дошло до время триумфа. А. Там их три копии. Я напомню. То. Скорее всего. Игра против. Агрессивных колод. Мидрейндж колод. Она будет выиграна. Потому что. Такое просто. Не пробить. Да. Если мы. Вот. Вернемся. К зеленой колоде. Да. Ненадолго. Посмотрим ее. Четыре атаки. Три атаки. Фантомка. Забейте вообще. Райли. Да. Вот эти. Убийцы. У них будет шанс. Небольшой. Но с их малым здоровьем. Это тоже немного. И член. Четыре атаки. То есть. Вас просто не пробить. Агроколоды. Те же. Да. Синяя. Не пробить. Сорла вас пробьет. Некрофос. Чуть-чуть поцарапает. Не знаю почему. В агроколоде здесь. Кристалмэйден. С зевсом. Но это уже. Присобранные колоды. Возможно. К ним вернемся попозже. Если вам будет интересно. Поэтому. Время триумфа. Это 10 из 10. Если будет возможность. Если у вас нет возможности. Не выпало из паков. Обязательно крафтится. Это. В контрольном матчапе. Пушка. Что же дальше. Тем более. Оно будет у вас доступно. Уже к пятому раунду. Напомню. Начинаете вы с трех единиц маны. А далее мы переходим. К вещам. К предметам. Которые. Показываются вам. Их девять штук. Фазу закупа. Скажем так. Да. Фазу закупки. Один из этих. Случайно. Выбранных предметов. Будет вам продемонстрирован. И если у вас есть золото. Вы можете закупить. И если у вас есть много золота. Вы можете закупить. Несколько сразу. Предметов. Они будут в случайном порядке. Выпадать. И до тех пор. Пока все не закончатся. Соответственно. И все в руках у вас не окажутся. Предметы. Нужны для того. Чтобы экипироваться. Экипироваться. Да. Ваших героев. И. Давать им определенные бонусы. И. Почему здесь выбраны дешевые. Предметы. Хотя казалось бы контрольные. Колода. Это как раз таки сделано с целью защиты от агрессии. А если у вас не хватает защисток. Да. Тауэр беретш не хватает. Клирзе дек не хватает. Это все. Тем более что. Где-то. Это может хватить. Но все равно. Не досталось буквально немножко. То. Это способ защиты. Своеобразный. От. Раннего убийства. Ваших героев. Например. Начнем с. Левер армор. Кожаная броня дает единицу армора. То есть. Таким образом. Одев на какого-то зевса. Одев на какого-то аэр шейкера. У которых по 7 единиц здоровья. Крипы будут прививать вас на единицу. И. Таким образом. Стандартные крипы уже не будут такой угрозой. Да. То. 4 удара обычного крипа. И уже нет зевса. Уже нет аэр шейкера. Ключевой карты. Допустим. Для розыгрыша какого-то из синих заклинаний. Поэтому. Лезер армор. Действительно. Здесь может серьезно. Сработать. На одного героя. Напомню. Что можно надеть только одну. Один предмет. В соответствующий слот. Вот вы видите. Щиток нарисован. Это соответственно. Слот брони. Но. Есть еще слот. Так сказать. Аксессуаров. Да. Туда можно надеть много всего интересного. В частности. Трейлер Скок. Клок. Она дает вам 4 днице здоровья. И. В чем интерес. Этой вещи. В том. Что. Есть такие герои. Которые. Могут. Если найду. Возможно. Которые могут вас. Вот. Да. Пагна. Которые могут. Разрушить. Импровмент. Ваше улучшение. Вот. И соответственно. Стоит. Это всегда помнить. Это тоже одна из важнейших основ. Которую нельзя списывать со счетов. Иначе из-за этого можно потерять героя. Из-за этого можно потерять. Темп. А потом и игру. Вероятно. 4 днице здоровья. Дается вам. Да. Вы выживаете. Соответственно. Если у вас остается меньше 4 единиц здоровья. Там 1, 2, 3. За счет этого. То. Это способность. Пугная. Не факт что она будет единственной. Она вас убьет. Она снимает с вас этот. Этот предмет. И таким образом. Вы лишаетесь 4 здоровья. Соответственно. Поэтому. Нужно быть очень внимательным. Розыгрыше. Что вы можете за один ход. Лишиться и предмета. И героя какого-то. Так что это нужно обдумывать. И держать. Также. В уме. Но на старте. Опять же. За 3 золотых. Очень неплохо. Экипировать. Тех же. Синих героев. Это замечательно. Будет. Чтобы они. Хотя бы. По 11 здоровья было. По 12 луны. Шанс отличный. Фейсбуд. Также дает вам 4 единицы здоровья. Но стоит на. 3 золота дороже. Спросите. Что же так. Почему же так. А все потому. Что они дают вам. Активную способность. С колданом. В 2 хода. Вы можете поменяться. С союзным героем. С союзным. Юнитом. Да. С любым. Фактически на линии. Неважно. Что сосед. Не сосед. Можно по всей линии прокатиться. И. Себя таким образом. Либо от угрозы скрыть. Либо наоборот. Как-то поставить. Бристлбека. Под удар. Чтобы на него там. От него отлетели. Да. У него 8 единиц урона. Там против крипа стоит. И вот в последний момент. Вы. Свапаетесь. За счет. Фейсбутс. И уже соперник разбивается от Бристлбека. И в итоге дает ему еще 2 единицы брони дополнительно. И отправляется на фонтан. Поэтому здесь 3 золотых. Платим именно за эту возможность. Опять же. Если мы посмотрим на карту. Похожую. То это Канин Плэн. Который также свапает юнита. Но. Только с соседями. То есть. Дальше чем на одну карту. Вы здесь свапнуться не можете. Но при этом вы получаете карту. Поэтому. Не самая. Подходящая позиция. Есть у нас. Юнит. Если я сейчас его найду. Котейка такой. Возможно получится его. Отыскать. Который делает плюс-минус то же самое. По-моему он зеленый. Как раз таки. Зеленый код. Да. Ребел Декой. Не знаю почему кот. Больше похож на волка. Но. Неважно. И у него активная способность свапает. Да. То есть. Сменяет местами. Этого персонажа. Ребел Декой. С другим союзником. То есть. Где бы он ни находился. Он поменяется местами. После выхода. И активная способность тоже. Кулдаун единицы. То есть. Побыстрее. Чем те же. Те же фейсбутс. Так что. Стоит тоже держать об этом. Заметку. И не забывать пользоваться. Да. Активные способности. Они могут вам. Опять же. Выиграть игру. И об этом. Стоит помнить. Далее. Два слота под оружие. Ну. Суммарно. Их три конечно. Две карты. От Блайт Элда Виджил. И один. Ред Мист Мол. Ну. И посмотрим. Что же они делают. Также. Слот оружия. Только один. У героя. Соответственно. Напомню. Что. Если вы. Экипируете какой-то предмет. А слот. Под этот предмет. Уже занят. То. Предыдущий предмет. Просто разрушится. Ну. Потеряется. Фактически. Да. И вам его уже никак не вернуть. Возможно. Будут какие-то предметы. Или карты. Неудовительно. Но. Пока. Такого нам не показали. И что же. Дает Блайт Элда Виджил. Вот самый. Да. Он. Все просто. Две атаки. Два клива. Соответственно. Одеваем на конь Бристлбека. И понеслась. По 10. Будет вам набивать. На кифа. Будет по 8. Клив. Тоже. Приятная вещь. Опять же. Если мы вспомним. Про. Крилл Дэк. Вот. Да. Четыре клива. Суммарно будет 6 клива. То есть. Вы можете вообще. Почти любого убить. Не только. Крипа. Но и возможно. Какого-то. Героя. Да. Где у нас. Кристалл Майден. Вот. Кристалл Майден. Пять дни нет здоровья. У. Нет. Здесь 8. У кого-то еще мы видели. У Райля. Да. У Райля. Пять дни нет здоровья. То есть. Убить. Без того же Бертиркола. Троих просто кливом. За счет того. Что у вас есть Блайт Элд Виджил. И вы разыграли в этот же ход. Допустим. Вот. Клик. Дэк. Напомню. Что розыгрыш предметов от вас ничего не требует. Мана не тратится. Вы уже купили. И все за него отдали. Поэтому. В этот момент вы можете разыграться. Но. Тратится ход. На розыгрыш. Опять же. Почитается в гайде для новичков. Если это вызывает у вас вопросы. И Редми Смол. Что же он позволяет. Он. Две атаки дает всего лишь. Но при этом стоит 10 золотых. И основная его сила конечно же. Это 5 осады. Таким образом. Вы будете пробивать. Вышку на 5. Напомню. Что у вышек 40 единиц здоровья. У трона 80. Соответственно. Плюс 5 осады. Это очень неплохо. Если вспомнить. У нас есть юнит. Есть он. Тандер хайд пак. Осада 6. 8 маны. 14 на 14. Но при этом пробивает на 6. Здесь ситуация чуть попроще. На единицу. Меньше осады. Но при этом 110 монет. То есть его закупается. При грамотной реализации золота. Опять же. Да. Свапов. Ордеров. Все это. Можно использовать так в плюс. Что 10 золота вы накопите себе очень быстро. Единица золота дается за крипа. И 5 золота за героя. Вот. Поэтому здесь. Редми смол может очень неплохо сработать. Опять же. На старте. Чтобы защитить. Частично ваши позиции. И начать. Вынуждать. Вашего соперника. Укреплять. Линию. Где у вас. Этот ряд. Мисс мол находится. Потому что. 5 осад. Долго. Он. Не протерпит. Поэтому. Подобное. Дешевое. Скажем так. Предметы. Они. Очень неплохо балансируют. С более тяжелыми заклинаниями. Время триумфа. Зачистки. От 6 маны. Это может вам. Раннюю игру. Ту самую. Помочь. Выиграть. Чтобы дотерпеть. Чтобы. Уже. Переключаться. На. Непосредственно. Тот самый. Мастер. Фуллблоу. Да. Один. Мастерский удар. Который. И закончит. Либо. Выбьет. Две вышки. Либо. Выбьет. Возможно. Трон. Если вы. Грамотно. Укрепили. Один лайн. Но. Я бы. Конечно. Этого делать. Не рекомендовал. Потому что. Полагаться на. Один лайн. Это. Опять же. Просто. Подставляться под Эхэслэм. Допустим. И мы не знаем. Какие еще карты. Опять же есть. Которые могут вам. Позволить. Зачистить. Ну что же. В целом. Вот. Мы посмотрели. На. Контрольную деку. Увидели. Присобранную. Контрольную деку. Что немаловажно. То есть. Собирали ее. Разработчики. Увидели. Героев. Которые могут. Участвовать. В том самом. Контроле. Аршекер. За счет. Фиссуры. Да. Это. Стан. Это. Опять же. Дополнительный ход. Луна. Какая-то. Единца урона. Проникающего. Которая купит заряды. Опять же. Переключается на зачистку. В Эклипс. Очень много позиций. Когда вы можете. Нескольких. Сразу. Юнитов. Убрать со стола. За счет одного удара. Одного соперника. Поэтому. Нужно быть. Внимательным. Максимально. И. Манипулировать. Позиции на столе. Да. Напомню. Что. Удары. Всегда случайны. Но. Манипуляция. Позиции на столе. Приносит вам. Колоссальное преимущество. И. Если будете правильно это делать. То. Вы будете. Выходить победителем. В большинстве случаев. За исключением. Какого-то. Ну. Не знаю. Максимальной случайности. Без которой. Карточные игры. В принципе. Не обходятся. Но. На одной чаше весов. Это. РНЖ. Обычный карточный. Да. Случайность. На другой чаше весов. Просто. Специально. Добавлен. Случайность. Чуть ли не в каждую. Третью карту. Это совершенно другое. Поэтому. Здесь. Очень. Приятный контроль. Опять же. Позиции. За счет. Кифа. И. Бристалбека. Удерживаются. Основные. Их. Я полагаю. Лучше ставить. На разные линии. Только. В экстренных случаях. Можно. Их перебрасывать. На один лайн. При необходимости. Либо защиты. Что. Более вероятно. Либо. Нападение. Нападение. Только. В экстренной ситуации. Когда вам. Не знаю. Вы проиграли. Две линии. Вам нужно быстро. Сломать. Трон. Вражеский. Это. Вы перебрасываете. Их на один лайн. Это время триумфа. Они модифицированы. У вас. Уже. По идее. И. Это. Конечно же. Модификация. Опять. Предметами. Да. То есть. Дополнительная атака. Дополнительная осада. Позволит вам. Как-то быстро. Разломать трон. Ну. И. Не стоит звать. Про. Редми Спилджер. Которые. Также. Являются. Плюс-минус. Основой. Да. Этой колоды. В плане снесения. Строений. Их. Три. Юнит у вас будет. Поэтому. Грамотно. Их расставление. На позиции. Да. Возможно. Два. Сразу. Будут поставлены. Один лайн. Один. Потом. Припасен. Где-нибудь. На будущее. Могут. Очень серьезно. Подставить. Вашего соперника. Под угрозу. Быстрого снесения. Если он с ними не разберется. Что же еще можно. Ну и все. Я объяснил. Более-менее рассказал. Показал себя декан на Пакс Вест. Достаточно неплохо. У нее были. Хорошие игры были. Не всегда. Если быстро удавалось. Переходить инициативу сопернику. Но. Конкурентоспособно. Она себе показала. То есть это не. Проигранный матчап. Постоянно. Который. Вы бы. Никогда уже. Не. Не отыграли. Просто с самого старта. Да. То есть как бывает. Вы игру начинаете. И ко второму ходу. Узнаете. Что уже 100% не выиграть. Если такого не будет. Здесь у вас будет шанс. Отыгрывать очень-очень долго. В зависимости от вашего опыта. Вы сможете разобраться. С любой из представленных колод. Остальных. Ну а на сегодня будем заканчивать. Друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забывайте подписываться. На. Социальные сети. Чтобы не пропускать свежие новости. Про артефакт. Не забывайте также. Принимать участие в конкурсе. В розыгрыше. Ключа. На артефакт. Который проходит в моей группе сейчас. В закрепленной записи. И получить бета доступ. Уже в октябре. А за всем. Я буду прощаться. Услышимся. Возможно в следующем ролике. Не забывайте оставлять комментарии. Насчет. Каких-то идей. Возможно что-то я неправильно отметил. Возможно что-то у вас есть еще сказать. В следующем видео. Если оно будет. Если вы будете заинтересованы. Я обязательно об этом всем расскажу. Ну а на сегодня все. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok